Ну он уже все отъехал, смотрите, они все нанюхались. Всем здравствуйте, старики и приварительские снова с вами. А также вместе с нами Инга Йорн, которая стоит на открытой палубе и мучается за убийство Конрада. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Но дело в том, что я вообще-то не мучаюсь, если уж на то пошло. Да, зажрала болтнуться от лица с кофем. Ну, хрен ли, Конрад, сейчас мы еще парочку прикончим. Ну, сэляви, как говорится, сэляви, Конрад, конечно, один из главных героев, они все главные герои, но так получилось. А вот он, когда там шел, когда он шел, я видел, он же что-то какой-то там пакость затевал. Он же с кем-то разговаривал перед тем, как сдохнуть. Нет, он разговаривал сам с собой и бежал от этой старушки. Пакость он никакую не затевал, он просто, как и все, пытался выбраться. И, кстати, если бы он выбрался, вот сейчас у нас открытая палуба, мы бы все, наверное, там и встретились. Ну, увы. Ну, раз мы на открытой палубе и мы выбрались, я бы предложил просто снырнуть с этого корабля и уплывать. Рыбой. Хоть веслом, хоть чем-то, гребсти. Вот вы мне там намекали, что там этот, как его? Ну, надо этот регулятор. Трамплер этот для движка. А для того, чтобы по рации связаться, там просто аккумулятор обыкновенный, рация от аккумулятора работает. Ну, извините, Гиперборис, не было вас на том корабле. Разговор не было. Я туда и не палец, куда на этот корабль. И вообще они соблюдали морской устав. Сразу видно, что это Фелисия. Фелисия ее зовут, правильно? Ну, да. Вот негритянка, капитанша. Они на вахте никого не оставили. Это как себе, ты понимаешь? Обязательно на любом морском судне вахтенный должен быть. По очереди они должны были в вахту стоять. И смотреть там, что там где. Жених враги придумали. А мы фенгеры, непрофессионалы. Продолжаем разговор. И негритянка говорит, это нетолерантно. Надо говорить с нашими темнокожими друзьями. Это у вас там, в вашем этом. Нас как бы в школе учили, что негры, да, негры, негры. Понятно. Не это. Ну, что ты будешь нажимать, что ты готов? Да, да, да. А, ох, слушайте, я сказала. Мария Владимировна. Ну, вот видишь, как. Сейчас я еще... Вот всех, кого мне сейчас будут давать, они будут мертвецы. Мария Ивановна, я готова, должна была ты ответить. Не Мария Ивановна, Шахеризада Степановна. Я отвечаю только на правильные пароли. Нет, нет, нет. А так явка провалена. Ты про Маньку все время пишешь мне там всяких этих самих сообщений. Вот поэтому и Мария Ивановна. Ну, как Манька дома, Ваньки нет, Ванька... А что ты ржешь-то, сейчас тебя убивать будут. Ну, я всегда умираю со смехом. Да, и, видать, не первый раз уже. Ну, в разных, да, ипостасях. А что еще делать? Вон, мозги крутятся, черепа. А ты, кстати, когда нашел манжурское золото, ты нашел этот компас, который сейчас в черепе? Не помню, какой там компас. Нет, ну, у меня просто очень интересно, где вот это вот... Я там, когда все обыскивал, после манжурского золота, меня перекинуло на твоего Конрада Долбанутого. А там еще были светящиеся штучки, которые я не осмотрел. Слушай, давай не торопиться подходить к заключительным... Хотя мы не знаем, какие из них заключительные события. Так, Джулия, открытая палуба. Ах, ты за Джулию, а я за Алекса. Это единственное объяснение той хрени, которая тут творится. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? Погодите, а где Конрад? Кто-нибудь его видел? Мы разделились. Да, я его видел. В смысле, я и Флиз, так? Видела мельком. Я пыталась его догнать, но он исчез. Как исчез? Почему? Тут что-то не так. Да вы скажите уже, что... Он сдох. Ты что-то скрываешь, ты что-то скрываешь. Он может быть... Да давайте, рассказывай. Он ранен. И серьезно? Ноги у него шустрые, как и язык. Я за него спокойна. Ага. Что-то напрет, сволочь такая. Так, немедленно возвращаемся и ищем моего брата. Джулия. А вдруг он там умирает? Нужно идти. Конечно. Но не сейчас. Что за херня с тобой творилось? Брэд, тебе же крышу снесло. Ты чуть меня не убил. Что? О чем ты? Да ладно. Что за ерунду ты несешь? Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться. И постараться мыслить трезво. Ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Я бы не навредил тебя. Ты просто проецируешь... О, а я даже не знаю. Я промолчу. Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Я долбанулась или это корабль-призрак? Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Что тут на самом деле произошло? Никаких идей. Корабль шел в Сан-Франциско. Но вышел он из Китая, с водоочистной станции. Видимо, там и погрузили маньчжурское золото. Газета была от 47-го года. Корабль попал в какой-то страшный шторм. Об этом есть подробная запись в судовом журнале. Видели золото что-нибудь? Маньчжурское золото? Никакое не золото. Это жуткие химикаты. Растеклись во втором отсеке трюма. Да, наши друзья-рыбаки тоже едва ли ожидали чего-то подобного. А вот такой сюрприз. Так все-таки, где команда-то? Что где команда? Да сдохла команда. Что спрашивать-то? Тут какая-то чертовщина творится. Нет, ну реально прям чертовщина. Стремное место. Вот реально, все время волосы дыбом. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. О, сейчас мы еще на вышку полезем. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Черт побери. Господи, только не я, только не я. Так, за кого я? Я за флис. Так, а я за эту дубину тупоумную. А, кстати, я за флис еще ни разу не ходила. Она хитрая. Она хитрая. Так, нет тут никаких этих. Только не в моем исполнении. Здесь что, таскать, не таскать. Здесь я хочу осмотреть. Здесь нету никаких этих. Да ни хрена там нету. Нету, да? Ну, пошли. По-моему, мы, короче говоря, полные заранцы. Ты говоришь с братцем? Полные заранцы, они. Мне туда, пока вот что-то нашел. Я жди, вот здесь что-то лежит. Ага. Такие деревянные ходят. Наверное, это бред, но... Может, из этих орудий избили тот самолет? Ну, конечно. Если они все поехали, то они, возможно, и шандарахали по этому самолету. Да, я тоже посмотрю. Это пуля там просто, да и все. Смотри. О, это гильза, а не пуля. Ну, какая разница? Где-то для простоты восприятия. Вот это две большие разницы. Гильза не убивает. Ну, если только она шандарахнет, то сразу в лоб. Ух ты. Закровище. Закровище. Подожди, где закровище? Как тут быстро бегают? Она мне что-то не хочет быстро бегать. Лодки. Пригодились бы, конечно. Нам, по-моему, сейчас предложат опять туда, внутри, залазить. Неужели на эту радиовышку нельзя как-то поверх пробраться? Не хочу. А, тоже пробиты пулями. И что? Я вот сюда направо попробую, сюда сколько возможно пройти. Она мне ничего не говорит про лодки. Ну, должна была сказать. Пац. Обязательно. Они все по-разному реагируют, кстати. Ты направо пошел, да? Да, направо пошел. Там тебя сразу перекинет в другую локацию. Несколько раз. Я тоже. Я по правому борту пойду. Или какой он сейчас считается. Левый там. Ну, неважно. Короче, я пойду тогда в другую сторону, чтобы посмотреть, что тут есть. Так, вот там наверху что-то есть. О, а меня на тебя перекинуло. Лестницу сломали. Лестницу сломали. Эй! Мне нужна помощь! Давай, подтолкни мою задницу толстую наверх. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Может, наоборот, но лучше было. Так, теперь парень. Я помогу. А, так. Вот оно что-то. Тихо, я один умирать не согласен, товарищ. Вот оно что-то. А что, он не Жулию свою тащит, а тащит флис? Ну, смотри, какой хитрожок. Жулию он пусть там пока полетит. А нет, они всех тащат. Они все туда лезут. Страшно тебе, Куся. Да мне не страшно, я не успею нажать на эти кнопки. Ты все время думай в голове. Э, СВ, А, Д, А. Ну, и если она жмот не нату. Все бы с каким пальчиком лежит. А там еще есть. Так, подожди, вот тут можно пройти сюда. Так, вот здесь, я так понимаю, ни хрена. И вот, пойдем, пойдем, пойдем. Да, пошли. Пойдем. Решивая, капитанша. Ого, накладывающая. Да, здесь я бежала за Конрадом. Да. Это что, правда, что ли? Да, я не помню. Где-то стали. Только, блин. Только вышли. За Конрадом она бежала. Я вред, она за Конрада бежала где-то в трюмах. Ну, почему? Вот дверь какая-то вот здесь. А я смотри, как уже быстрее сюда всех пришла. Ну да. Так, ну что, нам остается только в эту дверь, все. Только в эту дверь, да? Не, хотя вот можно дальше, подожди. Давай, 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 давай. Не-не-не-не. Пройдем, пройдем. Давай, пресс. Впрессу сейчас упрется. Шевели булками. Ну смотри, приключил этот самый вид. Ну потому что все, трындец, здесь дальше не пройдешь. Все, в дверь надо идти. Пошли. Хочешь же в этой двери, она, она это самая, с этим Конрадом как-то. Ну да. Он здесь где-то был. А потом это... А сейчас Джули увидите, что Конрад откаляется. А что-то, что-то нет. Нет, это, наверное, вот эта дверь отсвечивает. Ну что? Пошли. Открывай тогда что ли, или что? Я-то не могу открыть. А никто не может открыть, сейчас будем толкать. Эй, сюда! Че сюда? Тут пройдем. Ай. Ооо, нажали. Служен сейчас лежать этот главарь. А его убил главаря? Ну, а раньше перед ним дверь захлопнули вот. Убегали и дверь захлопнули перед ним. А-а. А так и будет. Так, кто там остался? Ну мы вдвоем остались. Так, подожди, давай вот сюда сначала, вот сюда вот, куда-то смотришь, насколько возможно. В комнату, да? Нет, все больше не идет. Вот в комнату, вот сюда давай зайдем, да, тут комната же вроде. Ну, заходи давай, мне не пускает она. Нет, а тут нет такого, чтобы стопорить. На столе, вон видишь, лежит на столе. Я вижу, вижу, лог-бух. А, я вот читала, этот сам, это, ну, лог-бух, это как перевести, так, дневник, а там, дневник моряка. А как-то его можно было, наверное, посмотреть, вот. А это кто? Последняя запись. Середа написано, что они попали себе столовую. Запись. Потому что там и такой же точно, как я, стоит. До полудня сильное волнение, волны до 9 метров, докладов о повреждениях нет. После полудня погода продолжает, до полудня ветер штормового усиливается. Журнал SOS, до полудня моря, а нет, SSR, уранг, море успокаивается, полдень. Ветер, густой туман, по-прежнему густой туман. Все, слушай, там такой же, как ты, это опять глюки начались. Там стоит точно такая же рыла, как я, прям, смотри, вот. Я тебе охотно верю, но это значит просто, что... Ну ты иди сама, посмотри, может, что-то туда исчезнет, или что-то сделается. Сейчас, 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 сейчас. Где-то там, таскайся. Я книгу читаю, я, ты что, не слышишь, что ли? Читай или книгу читай, или сюда иди. Так, а почему ты не прочитала это самое, а не осмотрел ничего тут еще? С этой стороны. Так, ну давай я пойду посмотрю. Вот туда, в проход, да? Дальше, по двери. Там ты видел? Что-то я не могу ее читать почему-то. Еще раз нажми на кнопку. Когда взял руку, еще раз нажми на левую кнопку мыши. Не знаю. Так, на полуне сильное волнение ты это читала? Штурман сообщает глубину, там, тут, ссюду. Флиз почему-то не может открыть эту дверь. Кого ты где видел? Ну, когда я тебя звал, ты не шла. Теперь я уже книгу читаю. Да, нет, я просто хочу сказать, ты заходил в дверь туда дальше? Никуда я не заходил. Я увидел призрака и сразу назад. Тут мертвый этот самый, член команды, лежит, сидит в углу. А, нет, тут брат твой стоит. Какой на хрен брат? Ну вот этот, ботан твой. Так, а что он в таких же штанах-то? У нас вроде одинаковые штаны? Нет, он в шортах. В шортах и маечке. Короче, херня какая-то, это книга? Ну, о том, что там погода ухудшается. Понятно, что там шутка. Да, ты там меня звала сюда, Шульку? Да, там дверь. Вот здесь дверь. И там, где ботан стоит, дверь тоже есть. Вот какую надо идти? Эту дверь я не могу открыть, от которой ты сейчас отошел. Ты пробовала ее открыть? Нет. Я не могу. Раз ботан здесь... Ну, давай тогда сначала подожди, тогда пойдем, которую нельзя открыть. Иди попробуй, да, потому что у меня не получилось. Значит, может быть он позовет, скажет, давайте, по-моему. Может быть, да. Посмотри, я же точно в таких же шортах живу, как тот. Ну, не отличишь, нигде. Я нашла картину, которую нам покажет наше будущее. Которое теперь видно. Нифига не видно. Странно. Ладно. Где картина? Давай сюда. Вот я стою рядом с ней. Ты когда увидишь, скажи, что ты там увидел. Черт, я ж починила, можно было видеть. Что-то в игре оно не показывает. Ладно, наши шансы с ботаном говорить не получается. Бам! Что это? Что оно тебе показало? Кого-то пристрелил этот самый охранник. Или мы охранника пристрелили. Там размыто, непонятно. Сразу не разберешься. А вот здесь еще какая-то дверь. Что такое? Так, ну там куда-то дальше. А, здесь это сидит. Кто? Ребенка. Джулия. Он рода. О, господи, она не сидит. А вот еще что-то. А вот еще здесь что-то есть. Давай будешь смотреть, нет? Вот же эта картинка. Да, да, да. Еще картинка. Так, что это? Маршрут, что ли? Маршрут этого корабля, он должен был вот по-синенькой идти в Америку. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки? Только в океане. Не, ну как бы уже понятно, что они везли эту, чтобы это ни было. И не шли прямым маршрутом, чтобы не попадаться на проверки и так далее. Так, вон там еще что-то на столе. Мое-мое-мое. Мы можем одновременно, по-моему, нет, считать? Нет. Корабль снесло с курса. Была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Они не знали, где находятся. Удары молний, дрейф на мелководье, отсутствие информации. Начатые поиски члена выпавшего за порт. Поиски прекращены, плотная область. Короче говоря, херня. Пишут, что с курса сбились. Ну, нанюхались этой хрени. Смотри, как мы друг другу можем передать, оказывается. Почему у меня белая страничка? Потому что переворачивать надо. Затопление, удары молнии, дрейф, информация о рельефе отсутствует. А, вот здесь радиорубка, скорее всего. Вот она. Ага, да вот, кстати, интересно, кто-то у них там был. А, это помнишь, там нам показывали матросик-то там. Радиовещание. 2.01 сигнал бедствия, радиоконтакт фрагментарный. Пытаюсь передать соц. азбука Морзе. Много мертвых среди экипажа. Не позови, Налюши. Я умираю. Выскочила ачивка. Смотрите. Что, смотрите, блин. Не может быть. Оно до сих пор работает. Старая радиостанция мало отличается от современной, если подключить к СИДИ. Ты видишь, что подключаем? Ты подключаешь или я? Да, 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 да. О, работаем. Номерная радиостанция. Военная чистота. Попросим помощь. А кто знает, азбука Морзе? Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Какая-то тварь выключила. Нет, наоборот, не слышит. А, это все понятно. Прием. Охренеть! Есть контакт! Так, наши координаты. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12-30 южной широты, 151-20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Мы на старом грузовом судне. Кажется, его название Арангмедан. Алло! Алло! Вы меня слышите? Это было самое главное, что надо было сказать. Координаты было. А что бы ни скажи, все равно бы, наверное, было хреново. И сюда никого и призывать, по идее. Я так думал, даже вообще ничего не говорить. Давайте сюда! О, нашел Конрада. Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Моя вот это, видишь, электричество. И я все сделаю. Идти должен я. Ну, младший. Ну что? Думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом? Я не понял. Ты о чем? Давай вперед, искатель электричества. Ты отвечился. Прям вот грудью на амбразуру. Экто-митофорично. А не на фотку пулемета. Уважаю. Серьезно. Что за странное у меня артефакт у меня? Ну, что скажешь? У меня значочек мыши летает по всей карте. Сам справлюсь. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь. Честно. Так, я капитан. Хитрая, хитрая Фелисити сейчас как-то. Ну ладно, ладно, идите. Не-не-не. Я пока капитан. Рожа такая. Чего? И капитан говорит, что тоже пойдет. Ладно. Ты и я, Флиз. Во, правильно. Понимаешь, какой хитрый Алекс. Ему это... Начинается, начинается. Какой кухожать. Она уже поняла. Блин, компот. Чего ты в какую-то дырку лезь, блин? Есть же своя собственная рация на катере. Кстати, мы еще не все осмотрели там сзади. Как ведет. Как ведет. Я еще хотел вернуться. Нижняя палка, Алекс. А ты Флиз. Вы там в порядке? Да. Татуировка какая-то. Я увидела раньше. Смотри теперь. Эй, вы там в порядке? Зашипись. Да ладно, без забота. Видите что-нибудь? Татуировку вы любил, елка-зеленый. Все-таки я вообще не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Буду ждать возле радио. Интересно, а что бы было если... Тут как ни ответь. Фонарь. Вот что-то первое на ум приходит, мне кажется, что надо отвечать. Она хоть по крайней мере так честно будет. То что-то выбирать. Ты же не выбираешь, когда разговариваешь. Сюда. Ну да. Ладно, пошли вперед. Хотя подожди, стой, стой, стой. Зайк чуть назад, чуть назад. И вот сюда, вот, да-да-да-да-да-да, вот, за угол сюда. Что-то есть тут. Туда ничего. Сюда нет. Ничего здесь. Все, значит, пошли. Тут разбухали. Стойка вперед. Сигбэй. Как оно прыгнет. Пошли. СВАД. СВАД. Дверь, да, налево? Ну да, ну да. Пошли в дверь, что? Так, что-то знакомое, место какое-то. Ой, смотри, сколько здесь всего. Мы здесь были, по-моему. Сейчас я тебе точно скажу. Сейф. А, так подожди. Это там, где были запятые. Доклад офицера. Не-не-не, это другое. Доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого Икс и старшего. Унтер-офицера Лортера Бишопа и старшего унтер-офицера Тома Палмера. Сержант Питвуд наблюдает тогда за встречи с нашей командой и говорит, что мы можем учить друг друга. Тоже западный мир должен быть защищен от. Соединенным Штатам известно, что определенные агентства изучают введение химической и биологической войны. Наши действия ограничены женевским протоколом и хотя эксперименты мы не можем... Описывает исследования, проходящие во время. В них испытывается действие на людей, галлюциногенность кристаллической структурой под кодовым названием маньчжурское золото, биохимические боеприпасы в бою. Очень быстро стало, даже относительно кратковременно, вызывает сильный галлюциназ в людей, очень убедительны. Подопытные видят и слышат то, чего нет на самом деле даже. Ну тут просто затерто. Было сразу много опасных факторов, сильнейший ужас. Это вот это в сейфе, значит, короче, говорит, херня лежит. А это вот карцер, где я сидел этот, за кого мы начинали, рядовой, как его. Я помню, как его зовут. Так, давай я тоже прочту про это золото. Читая, читая. Да, Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетременном состоянии. Это, короче, все понятно, да? Да, да, да. Здесь это его приказ. Десять суток карцера одобрено. Интересно, карцер и в нем сейф. Это что-то новенькое, блин? Не, ну карцер, видишь, здесь клетка такая еще отдельная стоит. А, вот тут сидел. Да, да, да. Понятно, что он не сейф скрывался в это время. Ну, здесь все очевидно. На столе там еще лежит бумажка. Ну, тоже о том, что там арест и так далее. Так что нам пора уходить. Да, 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 да. Мой, ты знаешь, они все же должны знать, то там вот это все же влияет на ответы. Да, 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 почитай, я себя подожду. Так, понедельник, Артур Мирович, кража. Так, Дэвид Дэвис, нарушение режима, пятница. Пребывание в нетрезвом состоянии, бренд. Так. Блин, я нечаянно склеивать придется. Ты я нечаянно не эту кнопку нажал. А-а-а-а. А запись прервал. Вон, сейчас пойдет. Не нервничайте. Так, суббота. Туда им-сю-дым, туда им-сю-дым. Телеса, рот закрой. Все выходит. Давай, давайте, я тебе тоже жду. Но он так тот и шел, этот парень, пока потом он пришел в этот медпункт, по-моему. Да, вот он, господи, господи, тихо, не надо шуметь. Вот только в какую, вот в эту дверь или напротив? Ну иди, давай в это самое, иди в эту, я зато. Потому что в разное не надо ходить. Я иду в эту. Здесь что-то как-то дальше продолжается. Может быть, вон там еще одна дверь, видишь? Да, может, тогда давай напротив, которая дверь. Давай, пошли, пошли. Давай. Здесь много всего лежит, смотри, даже. Давай, смотрите, по очереди. Это, по-моему, то же самое, что вот мы этими парнями читали. Может, это сын кого-то из экипажа? Да, это все. Папе возвращает, да, это мы читали. Да. Риат Петерсон, физически здоровый молодой человек, 25 лет, безоизвестных медицинских показаний, с хорошим посложным списком. Во время приема он смог успокоиться. Тесты на речь, реакцию память и принятие решений пройдены нормально. Рядовой Петерсон отметил, что в другие дни симптомы не появляются. На сон и аппетит они не повлияли. Диагноз сильное паническое расстройство, подозрение на боевую психическую травму. Ну, правильно. Бедный врач, который вот тут историю болезни писал, в суде, все ее не читал. Он даже, они не знали же, что это, так сказать, люди подверглись воздействию. Что, боже, да, это тот самый врач. Что делать? С тех пор прошло много времени. Все, делать не хрен пошли. Точно? Только картин никаких нету? Ну, ва чё, вот вы все же прошли. А, здесь фотография? Ну, фотографии, все. Да. Это нет. Папа, возвращайся скорее. Давай, папа, уже пошли. А здесь была еще кровать, вот здесь вот ее не показывают, да? Ну, ладно. Давай. Так, здесь все, здесь ничего, кроме как вот в эту вот дырку, вот дверь, все. Ага, это мостик. Куда, куда, куда? Давай уже куда-нибудь, чё ты мне все время застишь проход? Я тебя не застишь, я... Застишь, застишь, вот тут, смотри, спрыгнуть есть лигня. А кроме как спрыгнуть, тут больше я видела. Я пытаюсь... А чё там, нету ничего? Нету. Всё, я спрыгиваю. Ну, давай. Чё он рожа порчит? Иди посмотри. Иди посмотри. Чё ты там нашла, блин? Глянь, внизу. Чё там? Подожди, ты сейчас покажешь. Машина на отделение. Ты прав. Спускаемся. Ой, подожди, тут спускаться-то, тут сейчас все... Рухнет. Что? Всё, конец. Чё, конец? Я могу спрыгнуть. Эй! Да! Ты в порядке? Да. Лестница была сломана дальше. Спускайся. Блин, сейчас нажимать что-то. Надо было что-то нажимать, нет? Ну, я нажал спринг, и катсцена вот эта пошла. А она босиком-то чего? Положена ей. По статусу. Так, ну пошли, положим. Чёрт! Что в тебя? Что это было? Ну, кто-то пробежал. Херня там пробежала. Опять у тебя, киперборейские мальчики, кровавые в глазах? Нет, конечно. Что именно? Ко мне только теперь возвращаются зрения и рассудок. На меня не прыгали. Итак, корабль вез маньчжурское золото. А что если это было галлюциногенное биооружие из Китая времен Второй мировой войны? Да ладно. Преагенты были нестабильны и растеклись. Ну что, ну они тупые. Они и воздействуют на нас. Паранойя, галлюцинации. Именно так оно и должно работать. У команды были галлюцинации. Мы знаем, они чего-то боялись. Что-то их до смерти пугало. Офицеры решили, что солдаты хотят откосить от дежурства. Вся эта чертовщина ненастоящая. Тут ничего этого нет. А это не может быть как-то связано с тем затонувшим самолетом? Это был спасательный самолет. А прилетел он сюда, потому что люди на корабле послали сигнал бедствия. Но прилетел он слишком поздно. На корабле все сошли с ума и сбили его. Кто знает, о чем они думали. Или им показалось. Вот это да. Ладно, так, идем. Слушай, до них только что дошло, да? Что случилось? Подожди, до каждого-то, видишь, получается, по отдельности вся эта херня доходит-то. Так, вот я четко какую-то фигню нашел. Вот опять, смотри, миазмы какие-то тут летают. Ну вот все, сейчас. Ты фигню какую-то нашел. Да, вот смотрю. Я смотрю. Моторный завод Ван Линдена, Роттердам, Нидерландо, дизельный двигатель, 17-34, 20-й год. Типа такой-то, такой-то. Как сильно нам это поможет? Не знаю. Она горела. Значит, наверное, для чего-то надо. Будешь смотреть? Да, я посмотрел уже. Нидерланд, так, подожди. Есть сюда, есть он туда-дальше. Тут очень много. Посмотри на землю, на пол. Сколько там всяких миазмов. Как я могу на пол смотреть, если я туда смотреть не могу никак. Не, ну ты когда идешь, его видно, что на полу такие испарения. А ты где? По кругу уйду и все. Скорее все тут просто так по кругу и будешь ходить. Пока там дверь какую-то не сунешься. Ой. А ты все хорошо смотрел? Я картину нашел. Иди просто по кругу, это самое, по часовой стрелке. Это девка, что ли? Пистолет у нее есть, между прочим. Взял упал. Он здесь. Да блин, только я к картине иду, блин, сразу. Хрен он здесь. Ты сказал, что ты... Я тебя спросила, в какую сторону ты пошел. По часовой стрелке я пошел. Для меня ничего не значит, что часовая стрелка здесь не существует. Направо или налево. Какая часовая стрелка? Я, очевидно, пошла в другую сторону. Ну и что? Чего ты ждешь? Назад, блин, не хрена. Ну, я тогда пойду смотреть картину. Мне тоже надо. Я на эту картину беру. У меня теперь значок мыши завис. Так, отсюда мы пришли. Впечатление, что у нас какую-то другую, это самое. Вот она, блин. И вот сюда, вот смотри, это здесь движок. Сейчас, я еще нашла какую-то книжку. Машинное отделение. О, ты останавливал игру? Чего, я не останавливал. Пауза приостанавливает игру гиперборийский. Борисский. У тебя... Да, правда, продолжит. Нажми. У меня нету... У тебя надо нажать продолжить. Я нажал. А у меня зависла мышь, понимаешь? Дело в том, что ты меня когда прервал тогда от того движка, у меня теперь так висит вот это вот значочек мыши, которую надо пошевелить там направо-налево. И я больше ничего не могу сделать. Тап нажми. Ну, я нажимаю, ничего не работает. Вы сломали игру гиперборийский. Чего, я не сломал? Я ничего не могу сделать. Ну, я ничего не могу сделать. Вот ты нажал готовность, а я готовность не могу нажать, потому что у меня мышь как бы занята другим действием. И никакого другого действия она уже не воспринимает. Останови съемку и... Это самое. И альтабнись. Ага, хорошо. Попробую. Продолжаем. Ну, сейчас я жду значка, который мне скажет, что готов. Вот. Продолжаем. Терри, три, два, один. А, ну вот с этого рубильника и продолжилось, потому что именно здесь... Дожди, с рубильника. Пошли назад сначала. Да, пошли. Рубильник рубильником. Во-первых, я там труп находил. Я... Надо вернуться к этой, как ее... Сейчас. Куда вернуться, ты можешь сказать по-человечески? Вот смотри, где мы эту табличку видели с названием... Да, 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 да. ...движка. Вот и от нее плясать. Уже сейчас тут... Да, чтобы не путаться. Согласен. Я ее опять нашел, как бы, эту табличку. И тут сразу вот эта херня произошла, что вы... Выкинула, блин. Так, вот. Ну да, вот оттуда пошли. Вот таблички. Я пошел вот сюда вот. О! Вот сюда ты пошел, да? Вот я... Нет, не туда, за мной. Иди за мной. Иди за мной. Ну. Ну и я так пошла. Подожди, я никакого рубильника не нажимал. Я вот шел, шел, шел. К рубильнику не подходил. Все время шел вот так по кругу. А-а-а. Ну так и я так шла. Вот ты сам вперед убежала, на меня. Бочку катила. Я-то ничего не нажимал. Вот так по кругу идешь, идешь. Тут где-то трупешник должен был быть. Вот он. Ага. Вот видишь трупешник? А там чуть выше потом картина будет. Ага. Трупешник я посмотрел. Так, ну давай я посмотрю. Так, я картину буду смотреть. Ой, господи, так у него пол головы снесено. Ну и пистолет лежит. Мы здесь проходили с этим, с конвойным. Так, ну а у меня не лежит пистолет, а где пистолет? Там где-то около него лежит. Но его взять нельзя все равно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа лаварь бандитов в этом видении да 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 и дверь дверь упала цепь разорвалась дверь упала а стран какой горит пистолет как писал круг руки у него пистолет лежит не там не рука была не видно как вы шуту какая глава кверху если я говорю что не рассказал на не может быть я была и смотрела разная анимация разной анимации как кверху и фальшивое удостоверение у тебя понятно всем расскажу вот я еще раз посмотрю все увидите левая рука левая рука вот мне показывают крупно планом его разбитую голову все а во время катания встаешь ты чё не в общем планом не увидишь у пистолет нет абсолютно это будет посмотреть у тебя смотри вот и посмотрю все равно забудешь вот теперь пошли нажимают нет 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 теперь надо вернуться потому что там были еще какие-то эти самые записки иди возвращайся ко мне чтобы далеко не отходить где-то там эти записки видела куда ты вернуться хочешь где-то есть другую сторону если идти вот кто и обратно кто это облички но только совсем прошли вот перед тобой прям стою надышалась уже смотри-ка так уже сзади тебя потому что там какую-то кучку нашу Так, где-то здесь вот была записка, где идти вперёд. Тут ничего нету. Вот. Вот. Это вот этот вот, этот самый, как я, господи, комната-механика, энгина, ну как энгина, это мне не приходит в голову, как это перевести. Машинное отделение, вот. Так. Подтверждена команда вперёд на полную мощность, увеличение оборотов двигателя, подтверждена команда средней вперёд, выставлены стандартные обороты. Тянг прибыл сменить меня на вахте, двигатель работает на стандартных оборотах, особых или действующих приказов с мостика от старшего механика нет, неполадок в машинном отделении нет. Эл Тянг находится в здравом уме, твёрдой памяти, к заступлению на вахту годен подпись «Филлипс». Так, сменил «Филлипса» на вахте в 0.0, Тянг Лян, осмотрел машинное отделение на предмет неисправности, вперед в заступлении проверил оборудование машины, неисправности не обнаружено, изучил записи в журнале, двигатель работает на стандартных оборотах, новых приказов с мостика нет, подтверждён приказ полный вперёд, корабль идёт полным ходом. Самый полный вперёд, разогнал до максимальных оборотов, включить в машинном отделении все вспомогательное освещение и технику. Старший механик прибыл в машинное отделение для срочного осмотра. А что случилось? Зачем это срочный осмотр? Так, другая страничка. Корабль поставили на якорь. Корабль поставили на якорь. Претверждена команда стоп-машина, двигатель остановлен, получен приказ встать на якорь. Всё. Всё, давай, бросай, я возьму сейчас, смотри. Да-да-да-да. Гони сюда. Вот, держи. Вот, держи, бери. Держу, беру. Какая самовольная негритянка. Вы поюбленные. Я отыгрываю. О, порой с негритянок. Это расизм. То есть, негритянка, я же тоже негритянка. А, а, между ними разборки так же-то можно. Да-да-да. Так, короче, следующую страницу тоже зачтёт сейчас. На якорь. Здесь эти негритянки пошли купаться в море. Да-да. Всё, нафиг, бросай. Один из них вздох. Так, ну чё, куда ты пошла? Ну всё, теперь нам к рубильнику. Там больше ничего. К рубильнику нам сюда. Слушай, а она у меня фонарик где-то свой оставила. И не было ночи фонаря. Был-был. В руках у неё был такой переносной фонарик. А теперь нету. Не знаю. Куда-то она его делала. Так, вот во всех этих вот отделениях тут ничего нету? Нету. Давай, где этот рубильник? Вот-вот-вот, иди дальше, дальше, дальше. Да уже чё-то как-то это. Вот, сюда. Серьезно заканчивать перед рубильником. Да, вот. Перед рубильником? Ну или давай жать. Будет длинная. Ну давай жать. Жми давай. Жму. Чё, она не жмёт? Ну вот, жмёт. Не жмёт ни хрена. Надо мышкой возиться. Почему-то она не возится. Отойди, да, профессионал. Подожди, только не дёргай пока. Чё, я не дёргаю, я просто стою рядом. Ну вот я это. Ну не можешь ты его, короче, поднажать. Давай, отвали. Должен мужик нажимать. Отойди. А, вот мой фонарь. Я вижу, где он. У тебя масло кончилось. Ну чё-то у вас тоже не особо получается жать, я вижу. Наверное, тут вдвоём надо жать. О, моя чё-то головой трясёт. Чё-то странно, а чё надо делать-то? Ну мышка, по идее, надо вожать. Я вижу, я вижу, что надо зажать и мышка по это самое. Ну вот и нефиг было говорить. Давай попробуем вдвоём. Давай, берись тоже тогда. Хотя он мне предлагает. Нет, когда занято, у меня нету знака действия. Или есть. Ладно, я сейчас отпущу его. Сейчас есть знак действия у тебя? Сейчас, подожди, я. Нет, нет. Вот так вот только есть, когда я подхожу. Очень странная история. Что значит, мы просто не можем его, может быть? Ни хрена, там показано, что надо как-то мышкой повозить. Так. Может быть, поселее надо, да? Мышка надо. Мышка возить, вот я вожу, мышка я держу и вожу мышкой. Я вас же возил, ни хрена не выходит. Нет. Нет, вот тут даже бегает. Стрелочка. Ну, в общем, что-то тут не то. Никак наши это не комментируют. Пошли тогда, ну что? Не включается. Появляется мышка. Да. У меня в прошлый раз зависла, вот на этом деле. Она и не зависла. У меня зависла. У меня вот это вот повозякать мышка, значок так и остался. Я ничего не могла дальше сделать. Техника. Возможно, что нельзя. Многие есть двери, которые ты тоже вроде можешь взяться, подергаться, но ничего, сделать ничего нельзя. А куда же тогда тут дальше-то идти? Более того, смотри, вот напротив зависит от фонарки. Фонарь флис, вот он тут висит в воздухе у меня. Вот напротив это фонарик флис, который она носила в руках. А теперь вот здесь... Ты его сейчас у меня, я вижу, что ты его носишь. Да? Он не светит ни хрена. А у меня он вот здесь вот висит, завис перед этим самым. В общем, Гиперборис, я вам советую, чтобы больше багов не было. Давайте-ка, наверное, все-таки здесь остановим. Ой, я что-то, блин, я нашел какую-то херню. Я вижу, что ты нашел херню. Ребризер! Ребризер. Ребризер, это ж... В наши яхты притащили. А-а-а. Он еще работает? Ну, на несколько минут, может, и хватит. Стоит его брать? Он нас замедлит. Давай! Пол корабля затоплено. Он может нам понадобиться. Ах, ты друг с другом смотри-ка. Ты гребаная золота. Мерта. Мерта. Ну, он уже все отъехал. Смотрите, они все нанюхались. Ой, не-не-не-не-не-не. Надо спасать, надо спасать китайца. Они нормальные китайцы. Этот... Это у них этот шеф просто... А-а-а, вот, смотри, то, что нам надо. Убить всех. Не-не-не-не-не. Блин, ну, это тело, конечно... О, видишь, у него началось. А на наших что, уже не действуют больше эти газы? Ну, они, видать, на наших не достают. Ох, психи, они опасны. Эс. Блин. Блин, чуть-чуть. И я тоже. Кто? Кто? Там можно было, наверное, бесконечно вот это нажимать. Ах, тушайся, а я с этим рекламизирую. Ну, конечно. Теперь, зато у меня фонарь. О-о-о! Сучки, сучки мягкие, я. Хотите захватить все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит? Да, типа ты. А мы все сделали так? Пытайтесь меня облабушить. Опять спокойно, блин, не получится. Кто меня палит все время, а? Я все правильно нажимаю, у меня нормально. Ну, значит, я неправильно нажимаю. Ай, что стояли-то? Думаешь, дверь крепкая? Крепкая. Вот и мне интересно. Давайте сегодня будем прервать. Он сейчас будет тебя бороть. Парбарейские? Все, несместно. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Вот этого он, по-моему, в голову застрелил. Вот кого-то из нас, вот то ли он, то ли мы его. У меня видение было. У меня поведение. Ладно. Его застрелили. Не меняйся. Не смейся. Не надо его стрелять. Тихо. Он нормальный. А, в этой, а, в этой. Сейчас ты не хочу. Никаких. Перемьер, все. Так. Че ты там? Давай убьем его. Эй, тихо. Послушай меня. Нам нечего делить. Мы просто хотим отсюда выбраться. Понятно? Простите. Нет уж. Если вы дышите, значит прибора у вас тут нет. Так что грешат уже не вам. Ага. Вот опять. Опять все переменилось. Влюблено. Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте в туман. Эй, здесь нет тумана. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман. Стой. Что это за туман? Как он действует? Он... Зло. Он изъявляет то, что не должно быть зевым. Уже внутри. Уже внутри нас. Все. Тебе нужно успокоиться. Стоп. Стоп. Туман в кондо. Без нас. Давай, ватрием у чего-нибудь. Слушай, не дышала я никаким ужасным туманом. Ясно? Да вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Надо было уговорить сбросить пистолет. Ладно. Слушай. В последнем дрюме и правда что-то было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман? Нет. Мы задержали дыхание. В нас нет никакого тумана. Да ладно. Вы типа крутый дайвер. Но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали. И сейчас не дышите? Боже. Он во мне. Кошмар. Я вдохнули туман. Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится. Меня от меня. Внутри. Давай, правильное решение. Да не, 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 не надо. Да. Эй. Стой. Не надо. Блин. Правильно все. Зачем нам лишнее? Он бы мог нам помочь. Он нормально был. Чего, если он гребнутый уже туманом за это самое? Ай. У меня было либо отвлечь, либо схватить ствол. Ну, я поняла, да. Я схватил ствол. Это правильно сделал. А что Алекс сделал? Почему пистолет-то не взял? Да вот и я про то же. Взять пистолет, открыть дверь, долбануть этому в башню. Все. Забрать трамблер и валить отсюда. Что это никак не было. Очень увлекательно. Давайте заканчивать увлекательно. Нару, вот где все, все, ботан, ботан. Ботан и Джулия. Что происходит? Все в порядке? Ага, сейчас это будет. Ничего не случилось. Наметимним. Блин, ботан полез. И Джулия с ним, что ли? Или кто сейчас за ботана ходит? Не знаю. Ты флис. А ботан сидит в радиорубке. Нет, а у меня за ботан... Флис и бегает этот, придурок. А ботан уже спустился. Ну, а у меня только сейчас это начинается. Крышку, крышку. А я уже не помню, где эта крышка, если ее искать сейчас надо. Ты помнишь, где она была? Не пройти. Что думаешь? Наверняка там несколько входов и выходов. Давай искать на этом уровне. О, катастрофа не гипербористский. Искать мы будем уже в следующей серии. Давайте как-то прерываться. Иначе это будет бесконечная история. Сколько мы тут еще ползать будем? Ну, я подожди, не могу пока прерваться. Я понимаю, да, да. У меня тоже катсцена. Мы ползем где-то. Причем от него ползем, они сами ползут. Я думаю, что как нам дадут управление. Все, короче, вот сейчас я могу. Сейчас, подожди секунду. У меня еще пока сцена идет. Ты думаешь о том же? Вот, да ночь, я не намерена. Еще чего. Только бы я не зря туда езжу. И как же мне сейчас пригодился бы ребризер? Эй, а как дышать? Поищу под водой воздушные карманы. Если не найду, вернусь. Могло быть хуже. Так, ну что, все еще идет катсцена? Ну, у меня катсцена, она пытается лезть в воду и так далее. Кто? Флиз. А ты за кого сейчас играешь? Я за Ботана. Он спрыгнул в дырку и стоит. Да? Да. Жди тут, я открою дверь. А, подожди тогда. Осторожней. Сейчас у меня закончится сцена. О, нет, она не закончится. Она поплыла. Все, гиперборейские, завершайте. Завершайте. Так, все, на сегодня достаточно приключений. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания и... И пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok